добрый вечер еще раз значит что я могу сказать да действительно сегодня выдался жаркий денек и кстати говоря в последний раз я здесь стоял в пятнадцатом году это в июле было да было также достаточно жарко это было вручение диплом вот мы немного выбились за рамки проведения вот соответственно постараюсь где-то скоротать наше время да и ну что могу сказать это действительно интересная тема потому что мы все пьем лекарства все болеем вот ну хотелось бы сделать так чтобы этого было меньше нашей жизни сегодня мы поговорим значит про в принципе создание лекарств поговорим я думаю очень коротко поскольку это не за два часа не за два дня я думаю даже не за две недели это нельзя рассказать потому что достаточно большая отрасль и очень много стадий существует то есть создание самого лекарства и достаточно это дорого и длительно вот мы вкратце поговорим значит о разработке самой по стадиям пробежимся по этапам разработки это начиная от этой идеи до уже непосредственно коммерциализации вот и также уделим время рассказом про то как масштабируется технология создание лекарства и уже про регистрацию значит целью рефармацевтической разработкой а является это создание препарата которая будет соответствовать качеству и в принципе это качество будет обосновать процесс его производства каждый шаг в разработке фармацевтической разработки он строго обоснован и мы в конечном итоге должны получить препарат который будет полностью соответствует заданным функциям своим и характеристикам значит в процессе разработки мы выделяем критические параметры качества также критические параметры процесса которые в дальнейшем вот будут у нас играть роль в воспроизводимость этого лекарственного препарата и также производстве а то есть ракин и контроль на данный момент мы чаще всего говорим об улучшенном подходе называется quality by design это связано с тем что совсем недавно разработка шла то есть эмпирическим путем да сейчас все таки он уже более научный подход то есть если раньше мы делали что-то до пробовали делать и только после этого оценивали что мы получили и для чего это пригодится то теперь мы начинаем немного с конца и выстраиваем матричную систему то есть мы уже заранее понимаем что будет если сделать так или иначе то есть получается мы готовы каждому шагу к каждому результату который будет получен и мы будем это все оценивать и идти по той же самой выстроенной матричной системе то есть получается все таки что целью является это вот создание качественного препарата который в дальнейшем будет оставаться таким же то есть еще и эффективным и безопасным с чем это связано да то есть вот сам контроль на начальном этапе в принципе вот идеи и фарма разработки связано с тем что это достаточно затраты затратные процессы и очень много времени уходит на создание то есть оригинального препарата инновационного вот и конечно же ни одной компании я думаю или заказчику не захочется просто потерять все свои деньги и время на каком-либо этапе а еще хуже если это будут какие-либо конечные этапы да и я уж не говорю про безопасность жизни людей то есть даже если вот вспоминать недавно вот был случай а французская феноматическая компания производила ингаляционный препарат он от кашля шел шел биопорокс я им сам пользовался да и немножко был шокирован даже когда услышал что случались жуткие аллергические реакции и даже доходило до летальных исходов вот а это уже с течением времени то есть когда препарат уже существуют на рынке и уже прошло много лет после его регистрации почему такой строгий контроль да на самом деле сфера обращения лекарственных средств и медицинских изделий она наиболее строго контролируется среди отраслей и кстати говоря занимает второе место по объему документации в принципе да с чем это связано это связано с безопасностью в первую очередь вот на первом месте кстати стоит атомная энергетика вот пропустить самое главное что дойдя до регистрации да у нас в принципе должно быть уже все известно то есть весь цикл разработки должен быть уже достаточно полностью полностью описан поскольку некоторые считают что при регистрации при передаче документов что будет играть роль да то есть влияние какое-то оказывает объем передаваемой информации но это никак не подтверждает качество то же самое не обосновывает все всю последовательность и и циклы разработки лекарства самое главное это содержание того что передается вот сейчас если говорить о кольте боя дизайн да то есть улучшенном подходе мы все-таки говорим о том что это не эмпирический не традиционный подход это уже подход матричный как я говорил ранее то есть уже достаточно большинство компаний переходит уже на данный подход он также еще называть как и я дизайн на инспейс то есть когда да он достаточно затратен потому что он включает себя то есть подразумевает большее количество работ больше больше большее получение результатов больше серий больше времени но они будут все обоснованы и полностью говорить о качестве разрабатываемого продукта значит поговорим о в принципе препаратах которые бывают да на самом деле это инновационные препараты то есть оригинальный first in class на которые достаточно ну который проходит полный цикл разработки то есть вот начало до конца это порядка от 10 до 15 лет до 20 даже доходит вот эти препараты дальнейшем патентуются на 20 лет и являются монополистами то есть на рынке дальше есть класс такой как дженерики дженерики это воспроизведение оригинальных препаратов тех же самых инновационных то есть тот же состав тоже лекарственная форма та же технология и так далее дженерики уже не проходят как определенные стадии исследований до этой и клинические исследования то есть они сами по себе приорище идут дешевле до производстве то есть есть компании которые могут себе до позволить такие затраты как 20 летний там там то есть в миллиарды долларов оценивается на самом деле разработка одного препарата есть компании которые просто-напросто решают работать по дженерикам да вот есть израильская компания фармацевтическая которая занимается через же многие компании фармацевтические из индии занимаются тоже только дженериками они специализируются на дженериках создают даже определенные центры так сказать которые анлок центры которые ломают они ищут брешь в любых препаратах или они ищут составы технологии и так далее и тому подобное они изучают достаточно плотно все выпущенные имеющиеся на рынке зарегистрированные оригинальные препараты на самом деле не понимаю почему многие в аптеках переживают начинают переживать и бояться когда звучит слово дженерик или воспроизведенный препарат то есть когда врач назначает прием лекарств и человек идет в аптеку и ему говорят то есть у нас нет вот этого да есть вот такое он спрашивает а что это такое ну это тоже самое ну а тогда в чем разница но этого цена поменьше а почему него цена поменьше потому что это дженерик да такой замкнутый какой-то круг получается но мне многих это пугает агат мне не нужно тогда такое но я пойду дальше искать этот оригинальный на самом деле это все неправда да то есть что оригинальный лучше дженерик потому что оригинальный просто да он вышел почему он дорогой почему такое ценообразование то есть все вот эти стадии они и сказываются на его себе стоимости то есть потраченные 20 лет и миллиарды долларов конечно же и плюс патент да это первый препарат вот соответственно он так и стоит а дженерики они просто ждут там уже вот подхода да то есть когда кончается патент на самом деле они многие компании уже готовы просто влиться в рынок почему потому что если оригинальный препарат занимал у нас сто процентов до на рынке по данному препарату как по классу да то первый дженерик который выйдет на препарата он будет занимать 40 уже процентов оригинальный 60 дженерик 40 то это первый а все остальные уже там будут намного меньше то есть они будут простыми дженериками которые даже будут и не покупаться не продаваться это и известность и том числе и бренда когда мы узнаем после препарата который долгие годы существовала как оригинальный что есть другие но сложно это люди на самом деле очень трудно к этому относятся да и может быть из-за того же самого банального непонимания поэтому я считаю что в этом случае нужно и работать и врачам и медицинским центром да и как-то больше доносить это до пациентов то же самое что кстати говоря я часто замечаю о том что почему тот или иной препарат лучше захожу допустим к врачу там я допустим не знаю болит палец а он мне назначает гель как я же не понимаю да ну почему допустим если я не разбираюсь в этому назначен и назначил на самом деле я обращал внимание такие вещи как выходя из кабинета я обращал у него внимание да на календарь на ручку на пакетик у него везде эмблемы этого препарата который он назначил то есть здесь играет уже какая-то реклама да то есть медпреда это хорошо поработали обработали так далее ну она не будем об этом вот но меня это смущает на самом деле ну это не секрет есть такое дело то есть реклама она всегда работала дальше значит класс препаратов это комбинированные то есть допустим сейчас это уже более современные препараты которые включают себе различные уже молекулы то есть если мы говорим допустим той же самой терапии да там заболел живот нам назначают но если не говорить о названиях да там два препарата которые нужно до еды и после еды выпить вот это теперь это же неудобно да правильно получается и назначают значит и делают точнее разрабатывать препараты которые в принципе объединять эти два действующих вещества в одной лекарственной форме либо это случается еще вы знаете когда комбинируют препараты это связано с тем что есть все таки доказательная база или хотя доказать о том что именно в комбинации они будут работать более эффективно и даже открываются допустим какие-либо дополнительные эффекты ну вот кстати если говорить о дополнительных эффектах да сам наверное известный случай в принципе мировой в фармоиндустрии это значит на примере селективного ингибитора фосфор 10 раз и пятого типа да он же селдонофил он же виагра когда на одной из класс клинических исследований пациенты стали красть таблетки просить дополнительные еще и врачи не понимали да в чем проблема то есть они то есть были случаи уже сообщения об утере этих таблеток и так далее на самом деле все просто был дополнительный эффект который на самом деле являлся не дополнительным а его основным вот так и в принципе вот история есть такая у виагра ну и дальше уже дженерики с улучшенными свойствами идут то есть это уже так и они сейчас так называются как супер дженерики то есть допустим мы уже берем дженерик да и мы можем поменять у него лекарственную форму да то есть с доказательством того что мы улучшим модификацию в освобождении допустим что повлиять дальнейшем на его более большую эффективность да и то же самое как и может его стать и еще даже безопаснее да то есть есть определенные моменты когда препараты в каких-то случаях именно уже существуя они все-таки говорят о том что надо бы изменить на самом деле место или способ освобождения так как пациент начинают пациенты жаловаться да и происходят нежелательные эффекты да если там допустим субстанция была там калиевая допустим кальцевая которая нерастворима да в воде допустим и то же самое в организме да то есть течение времени накапливаются эти кальцевой соли они нерастворимы это забивают мочеиспускательные тоже каналы и так далее да то есть люди там страдают уже от другого принимая такие лекарства значит идея такова есть сама по себе идея дальше происходит научный поиск новых молекул то есть молекул может быть на самом деле большое количество там множество их они может быть 100 тысяч может быть миллион на самом деле происходит скрининг и все-таки выбор там происходит сначала трех а потом уже в принципе и 1 да дальше по этапу происходит фармзаработка которая в принципе заканчивается масштабированием вот переносом технологии параллельно то есть в еще на этапе фармзаработки происходят доклинические исследования то исследования на животных и также клинические исследования и после уже пострегистрационный период это мониторинг да дальше вот сейчас еще и ввели у нас фармаконадзор как тоже они они контролируют именно жизненный цикл лекарственного препарата уже после регистрации то есть уже когда я пошла коммерцизация значит что касается о контролирующих органах да то международные органы это регуляторные то есть у нас идет всемирная организация здравоохранения и международная конференция по гармонизации а из локальных это государственные фармакопии приказ минздрава и федеральный закон об обращении лекарств вот и в итоге у нас получается что только одна молекула проявляет те заданы обладает теми заданными характеристиками которые в принципе были задуманы да по идее нашей вот а главное значит исследование да но все-таки идет у нас это три фазы исследования клинических исследований в первой фазе на самое главное это выявить безопасность и дозировки да если на клинических исследованиях мы говорим о том что исследования происходят на животных там увеличивается многократно дозировка лекарственного препарата и смотрится в принципе токсичность с начала поведения дальше токсичность так вот первая фаза клинических исследований это исследование уже на людях то есть проводить именно безопасность сначала это небольшие группы то есть дальше во второй фазе это уже пройдет оценка эффективности терапевтической этого лекарственного препарата да и вот третья фаза заканчивает клинические исследования на людях это уже когда берутся когорты людей да и достаточно уже много пациентов вот и проводится на уже долгосрочное мониторинг и эффективности, и безопасности лекарственного средства. Значит, дальше после идеи у нас идёт выбор мишени. То есть, если это раньше у нас выбор мишени происходил следующим образом, это болезнь, мишень, лекарство, то в 21 веке мы используем мультитаргетные лекарства, то есть, которые действуют на несколько рецепторов. Процентов 70 лекарств сейчас идут как рецепторные. Значит, фармразработка, какие этапы? Подготовительный этап идёт у нас, то есть, теоретическая проработка в некоторых бигфармах, в больших компаниях, такой этап может длиться буквально год. В наших же реалиях всё-таки сроки немного ужаты, и мы стараемся это делать за меньшее количество времени, даже в 3-1 месяц это может происходить. Дальше идёт преформуляция, то есть, когда уже непосредственно поступает, у нас есть после теоретической проработки поступает уже субстанция, и начинается непосредственно создание лекарственной формы, то есть, идёт выбор технологий и так далее. После этого мы выбираем прототип, то есть, в течение разработки и подбора состава и технологии у нас могут образоваться несколько кандидатов в прототипы. В дальнейшем мы по определённым характеристикам выбираем этот прототип, масштабируем этот процесс и изучаем уже стабильность, и нарабатываем как раз-таки эти уже образцы лекарственного препарата на изучение как раз-таки на животных, на доклинические исследования. После этого происходит подготовка о досье и разработка документации, а это тоже немало времени отнимает и сил, да, потому что, как я и говорил, по объёму бумаг, документации, разработка фарма-систическая на втором месте стоит в мире. Дальше уже идёт коммерческий выпуск, может быть, мелкий коммерческий выпуск, либо выпуск препарата для клинических исследований. Значит, более подробнее о подготовительном этапе, да, это когда мы собираем информацию, то есть о теоретической проработке. Это, конечно же, патенты, это изучение фармакопей, это составление аналитических вэспортов и прочих документов. Формируется самым главным образом это техническое задание, где должно быть прописано абсолютно всё, и от качества этого документа будет, в принципе, зависеть дальнейший процесс фармразработки, потому что именно данный документ включает в себя основные параметры и контроль лекарства, документ, по которому, в принципе, всё будет соблюдаться. То есть разработка будет идти до того момента, пока не будет получен препарат, который соответствует полностью по всем параметрам техническому заданию. Значит, также оценивается доступность активных фармацевтических субстанций, да, действующих веществ, потому что, кстати говоря, доступность – это немаловажную роль играет, потому что многие препараты, которые инновационные, да, многие фармацевтические субстанции, они находятся под патентом, они могут в той или иной степени быть закрыты просто для определённой территории, да, для государства, потому что они зарегистрированы на определённых территориях, да, допустим, уже ввести, допустим, на территорию нашей страны, да, определённую, там, допустим, соль какого-то, какого-то вещества будет достаточно проблематично. Вот. И, конечно же, технико-экономическое обоснование, да, то есть препарат, наверное, не должен стоить, допустим, самый простейший препарат, который от головной боли в аптеке не должен стоить, там, за упаковку, там, 500 тысяч рублей, да, хотя и бывают препараты, там, 30 капсул стоят миллион, а бывает, там, 10 таблеток стоят 100 тысяч, вот. Ну, бывает вообще такое, что на самом деле упаковка и, там, сама капсула, допустим, картонная упаковка, фольга, то есть всё будет дороже стоить, чем сама непосредственно таблетка, которая там, а уж тем более и субстанция. Вот. Бывают такие моменты. Ну, и на этом моменте происходит как раз-таки заказ всех материально-технического оснащения, потому что, чтобы сделать определённые препараты, то есть в соответствующие техническому заданию, да, потребуется определённое оборудование. Если мы сейчас говорим о двухслойных таблетках, о трёхслойных, что для этого нужно высококвалифицированное специализированное оборудование, вот. Вот. И тоже наличие такого оборудования – это достаточно большие вопросы, да, то есть многие оказываются о, в принципе, своих идей, только говоря о том, что достаточно будет дорого стоить скупка такого оборудования. Значит, после того, как мы прошли этот этап, дальше мы начинаем непосредственно работу уже с активной фармацевтической субстанцией. Начинаем её исследование. Данные, значит, этапы, данные способы исследования, да, вот при формуляции, они являются обязательными, они не рекомендательные. То есть все исследования, которые будут проведены, они ещё должны строго документироваться и обосновываться, и быть отслеживанными. Вот. Значит, что входит при формуляции? Это разработка аналитических методик, составление спецификаций, определение предварительных составов, выбор технологий, исследование совместимости и стрессовое исследование кандидатов. После того, как это всё будет проделано, значит, что касается даже исследований активной фармацевтической субстанции, значит, в первую очередь мы будем говорить о биофармацевтической классификационной системе. Всего есть четыре, значит, классификации субстанций. Это первая, где высокая растворимость и высокая проницаемость действующего вещества, значит, вторая – это низкая растворимость и высокая проницаемость, значит, третья – это высокая растворимость и низкая проницаемость действующего вещества. И четвёртый класс – это самый, наверное, редкий процент 2 компенсационных лекарств существует в мире, потому что субстанция нерастворима и непроницаема, у нее нет биодоступности. И если говорить о растворимости, биофармацевтическая растворимость, она отличается от растворимости химической, поскольку химическая растворимость – это все-таки способность растворяться в растворителе. То есть субстанция может растворяться в органике, в дихлорометане, в воде, но она не будет, не означает, что она будет растворяться, допустим, в желудке, если она должна действовать в желудке, то есть в нашей кислотной среде. Ну, также представлены различные параметры субстанции, то есть, если мы говорим вкратце, то это полиморфизм, прессуемость, пучесть, форма и размер кристаллического вещества или нет, или аморфное. Это все будет влиять на непосредственно поведение этой субстанции уже при отработке технологий. Что это значит? Это значит, что мы должны исследовать стрессовые факторы этого действующего вещества, а именно гидрополитические слабые основания. Здесь мы будем знать, в принципе, может ли существовать наше действующее вещество, допустим, в желудке или действовать в кишечнике. Будет ли оно, в принципе, жить или оно будет разлагаться. Дальше, если мы говорим о температуре и влажности, то есть, в принципе, в процессе хранения, что будет с нашим препаратом. И не только, кстати говоря, в процессе хранения, но и при производстве его, поскольку есть процессы, где, в принципе, действующие вещества подвергаются высокой температуре и влажности. Также мы будем изучать свет, то есть, это выбор упаковки. И будем смотреть, способна ли наша лекарственная форма к окислению. Ну, самый интересный, наверное, этап – это выбор лекарственной формы. Здесь достаточно много идей, может быть, фантазия у всех большая, да, но самое главное – это мы возвращаемся к нашему действующему веществу, да, к нашей активной фармацевтической субстанции. И мы должны понимать, как она должна работать. Тут же мы вспоминаем наше ТЗ и, в принципе, нашу идею. Если мы говорим о том, что наше лекарство должно действовать, то есть, об окне всасывания, в кишечнике, да, то, конечно же, мы будем задумываться о том, как нам доставить нашу лекарственную форму до непосредственно кишечника, да. Для этого нужно, естественно, проглотить, допустим, если мы говорим о твердых лекарствах, да, в лекарственных формах, то таблетка должна пройти через желудок и попасть в кишечник в неизмененном виде. То есть, она должна подвергнуться кишечника среди желудка, вот. Если, в принципе, говорить о формах, да, это делить по группам, то бывают, конечно же, твердые лекарственные формы, жидкие лекарственные формы и мягкие лекарственные формы. То, какую форму нам выбрать, да, это все зависит от того, все-таки, где она должна работать, где она должна действовать, потому что при боли в горле мы вряд ли будем мазать шею какой-то мазью, да, или при том, чтобы, там, я не знаю, синяк, синяк заживить, нам вряд ли придется делать какой-то укол, да, то есть, ну, это не только с этим связано, конечно же, напрямую это еще связано, конечно же, с непосредственной молекулой, да, то есть, если мы говорим вот о стрессовых исследованиях, допустим, наша молекула, она может просто-напросто не жить в кислой среде, а как же ее тогда доставить? Вот, для этого бывают различные пути, конечно же, это много интересных подходов, да, вот мы видим, здесь есть двухслойные таблетки. Вот, здесь представлены двухслойные таблетки, они бывают сейчас и трехслойные, и пятислойные. Для чего они делаются? Либо там содержится сразу несколько лекарственных средств, а именно веществ, да, действующих, либо это связано с модификацией, то есть, с работой данного лекарства в организме, потому что при приеме у нас может таблетка на самом деле плавать, да, то есть, один из слоев, он может содержать в себе, допустим, основание и в кислой среде начинать газообразование, вот, и из-за этого она будет у нас, то есть, плавать. Второй слой может содержать одно действующее вещество, допустим, с пролонгированным освобождением, то есть, оно, в принципе, будет работать там по 16 часов, то есть, постепенно высвобождая действующее вещество. Там, а третий слой, допустим, он будет содержать второе действующее вещество, которое там, оно будет немедленно в освобождении, и состав этого слоя будет содержать разрыхлители, да, то есть, он сразу же у нас отойдет, он сразу же продезинтегрирует в желудке. Форум, на самом деле, большое количество, все зависит от того, опять же, что мы должны получить на выходе, то есть, это могут быть и капсулы, которые содержат пилеты, это могут быть капсулы, которые содержат внутри капсулы, это могут быть таблетки, которые содержат пилеты сферы микрочастицы, вот. Здесь, говорю, фантазия большая, да, то есть, если мы говорим, допустим, о том, что нужно закрыть действующее вещество, да, или как-то его защитить каким-то образом от каких-то влияющих внешних факторов, да, мы можем просто-напросто сделать внутри его и нанести какую-либо оболочку, которая будет, ну, изоляционной, да, и дальше еще какую-нибудь еще и защитную, допустим, для легкости проглатывания, для коррекции проглатывания. Вот. Если говорить, значит, о различных лекарственных формах, да, к чему все ведет? Все мы принимаем, на самом деле, достаточно много лекарств, да, и на самом деле эффективность лекарственной терапии, она напрямую зависит от пациента, да, того, как он пьет эти лекарства, поддерживает, придерживается он для лекарственной терапии, да, то есть назначению врача. Ведь бывает такое, да, и я с этим сам сталкивался, что, там, допустим, в день назначают, ну, буквально, там, 4 лекарства, да, которые нужно пить, то есть в разное время. Утром одну таблетку, в обед перед едой другую капсулу, после еды одну таблетку, там, 3 таблетки вообще вечером. Ну, бывает такое, что нужно пить еще при этом и какие-нибудь сиропчики, растворы и так далее. Это все, конечно же, неудобно, и со временем просто пациент начинает бросать курс, и нет никакой эффективности, да, в этом лечении. Лично со мной такое много раз было, когда мне назначали, там, по 3 месяца, по 6 месяцев прием лекарств. Ну, после недели я, наверное, уже не выдерживал, потому что это трудно, у всех мы работаем, учимся, и все это соблюдать, то есть, да, то есть это и в блокноте надо записать, и таймер ставить. Это очень сложно все на самом деле. Вот, а и при этом еще у каждого лекарства нужно прочитать инструкцию, где будет описано просто много всего ненужного на самом деле для пациента, да, потому что для пациента самое главное это, что как пить, с чем пить, и какие последствия могут быть, чтобы просто знать. Вот. Сейчас очень часто говорят уже о том, что в обязательное исследование войдет именно исследование в алкогольных средах, да, то есть, когда пациент будет принимать лекарства вместе, да, с алкоголем, то есть допустимо это или нет. Почему? Потому что, допустим, некоторые лекарства, они покрыты пролонгирующей оболочкой, да, или в своем составе используются матрицы, там, даже из, вот, ГПМЦ, да, гидроксипропилового метилцеллюлоза, ну, из производных целлюлоза, то в принципе с взаимодействием со спиртом, да, происходит разрушение этих веществ, то есть теперь представьте, там, тысяча миллиграмм действующего вещества, которые должны, там, на протяжении, там, 12-16 часов у вас работать в организме, просто-напросто, а через первые 5 минут полностью высвобождаются. О чем это говорит? О том, что у нас не только нет эффективности, да, у нас еще и может таблетка быть небезопасной в этом случае, да, то есть мы можем получить токсический эффект при выбросе столь огромного количества действующего вещества, да еще и за такое время. Вот. Значит, большинство сейчас компаний задумываются о том, как прописывать рецепты, да, то есть они уже делают, разрабатывают лекарственные препараты под пациента, под ключ. То есть, согласитесь, было бы, конечно же, удобнее, да, выпить одну таблетку и больше не задумываться о приеме лекарств, допустим, до следующего дня, да. И тут мы можем с аналогией смартфона, то есть у нас смартфон, в отличие, да, там, от простых телефонов, когда мы раньше использовали будильники, ежедневники, фонарики, интернет, навигацию, все это, то есть разными гаджетами, и, в принципе, это все были разные вещи, то теперь уже, конечно же, нам стало легче, да, когда у нас есть в руках смартфон, который, ну, в принципе, уже заменяет, ну, все, проект, очень много. Будущее, на самом деле, таково, что принять таблетку, допустим, с каким-нибудь уже датчиком, да, или камерой, а сейчас уже век нанотехнологий, на самом деле, настолько все уже маленькое, да, то есть если раньше у нас карта памяти были, там, не знаю, какие когда-то еще больше, то теперь я там вот покупал недавно, удивился, да, там настолько маленькая карточка, там уже терабайт, вот, и в итоге у нас могут появиться лекарства, почему нет, сейчас еще очень много идет слухов по американским коллегам, да, но, к сожалению, есть такая тенденция, как отставание от Америки на 20 лет, да, на 10 лет от Европы, на 20 от Америки, то есть Европа от Америки вот на 10 и на 10 от Европы. Вот, у них уже тоже думают сейчас об создании таблетки, пока не говорят еще, но публикуют это уже, там, патенты создают, да, патенты – это, на самом деле, очень тоже такая вещь интересная, потому что после того, как ты подашь заявку на патент с достаточным описанием своего продукта разрабатываемого, да, и не сможешь, там, у тебя есть 6 месяцев, чтобы выпустить этот лекарственный препарат, то есть, а некоторые, получается, за эти 6 месяцев не укладываются, да, и достаточно специфичные продукты бывают, может быть, оказываются нетехнологичными, но и все, они попадают в такую ситуацию, как они и дальше сами не могут этот продукт выпустить. Вот. И когда-нибудь, я считаю, что нам уже станет удобнее, да, делать гастроскопию не с помощью этих шлангов, да, хоть сейчас говорят, что они тонкие, но достаточно такая процедура неприятная, вот. И когда мы сможем просто выпить, там, я не знаю, таблетку, капсулу и отслеживать это через тот же, там, монитор или экран смартфона нашего, вот. Вот. Сейчас достаточно разные бывают технологии, и все это уже осуществимо, да, многие еще не дошли, потому что они также являются инновационными, оригинальными препаратами, и они вот сейчас проходят как раз таки, они на стадии pipeline, да, когда идет разработка. Вот. И если мы говорим о системах доставки, то сейчас, в принципе, можно, вот, самый больший процент, да, в рынке, конечно же, занимают таблетки и капсулы, да. Растворы. Каждая форма определенными обладает преимуществами и недостатками, да, там, вот, раствор, допустим, надо, там, допустим, колоть, или он будет нестабильным, да, его в холодильнике держать. Но, тем не менее, твердые лекарственные формы, они вот стоялись на рынке как самые популярные. Так вот, если говорить уже о нашем желудочно-кишечном тракте, да, то сейчас доставлять лекарства можно разными путями. И это на сегодняшний день, наверное, самое уже популярное является эта пролонгация, когда у нас при приеме таблетки, у нас таблетка проходит или капсула весь путь, да, то есть она вот идет, 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 там, да, то есть она начинает высвобождаться в желудке, и зависимая от какого там времени, да, какой заданный где профиль, она, там, 12, 8, 16 часов, она будет действовать все. Дальше у нас пойдет, значит, еще модификация высвобождения, да, это когда часть вот здесь будет действовать в желудке, часть будет в кишечнике действовать, вот, либо чисто кишечно-растворимые лекарственные формы, то есть они полностью проходят через желудок и уже действуют, то есть в неизменном виде, да, и начинают действовать уже в кишечнике, да. Примером, да, самым популярным это является, там, изомпразол, который на самом деле будет деградировать само действующее вещество в желудке, и оно просто-напросто у вас уйдет, да, то есть препарат будет неэффективен. Ну вот, есть такие препараты, которые также боятся кислоты желудочного сока, да, но они ведут себя нестабильно, то есть именно в отделе кишечника, да, потому что они метаболизируются и так далее, они вот перестают работать и высвобождаться там, то есть там печень могут перейти, которые обработают, и останемся без здесь вещества, да, то есть есть и вариант сделать их орально-диспергировыми, и они будут действовать непосредственно у нас во рту. То есть если вы посмотрите, то на самом деле во рту тоже щелочная среда, то есть субстанция, она также будет там растворима, да, и всасываться, она будет там работать. Но это произойдет еще быстрее, потому что требования к орально-диспергированию, да, там они должны там не более чем за 30 секунд распасться. Слышали вы, конечно, про обезболивающие лекарственные препараты, да, то есть действующие вещества, их находятся в определенном списке, и такие препараты, как правило, они отпускаются с рецептом. Вот, и есть такая вещь, да, в мире, как люди с наркозависимостью начинают пользоваться этим, да, и они извлекают действующие вещества для своих там определенных злоупотреблений. Это общемировая практика. Так сейчас все-таки, когда у нас есть возможность выбирать лекарственную форму, да, то есть ее способ доставки, а также есть большой широкий выбор применения технологии той длиной, мы можем сделать так, что просто-напросто это будет невозможно сделать. Вот, и по поводу выбора технологий, да, это мы делаем не только с этой целью, но и возвращаясь, опять же, к свойствам активных наших фармацевтических ингредиентов, действующих веществ, то есть если мы говорим о том, что они боятся влаги, да, влагочувствительные субстанции, то мы выбираем, то есть технологии прямого присылания или сухогрануляции. Что это такое? Это когда мы смешали, затаблетировали или закапсулировали, да, или произвели сухогрануляцию, то есть компактирование, и у нас есть уже лекарственная, готовая лекарственная форма, которая отправляется на дальнейшие исследования. Потому что многие на самом деле думают, что как же это все просто взять, затаблетировать там или закапсулировать. Но чтобы это сделать, это нужно получить массу, которая будет таблетироваться и будет впоследствии обладать все-таки свойствами, да, своими. И вот дальше, да, допустим, когда мы говорим о влажной грануляции, да, все у нас на самом деле действующие вещества, большинство из них, они находятся в аморфном состоянии, да, и у них низкая насытная плотность. Что это означает? Вот, допустим, представьте себе там, я не знаю, килограмм, ну, не килограмм, там, мешок какой-то, пуха, да, у него низкая плотность, да, и он занимает большое пространство. То есть и при этом у него масса никакая, да. А вот субстанции, они не будут таблетироваться, они не сыпучие, они не смогут просто течь. А для того, чтобы их таблетировать или капсулировать, они должны иметь определенные технологические параметры, они должны быть сыпучими, они должны течь, они должны прессоваться, и многое другое, там очень много технологических своих аспектов. Вот. И чтобы это сделать, конечно же, нужно произвести определенные работы с субстанцией. Вот. И опять же, не забывая о том, что должны сохраняться свойства. После того, как мы загранулируем, это не означает, что субстанция должна потом хуже растворяться, да. Вот. Или, допустим, после размалывания, да, или вот микронизации, когда у нас образуются те же самые аморфные участки, это вот, как я и сказал бы, применяется влажная грануляция. Вот. А вот для действующих веществ с низкой температурой плавления, да, мы выбираем все-таки методы инкапсуляции. Инкапсуляция – это когда у нас капсула в капсуле, да, используется. Потому что что такое температура, низкая температура плавления, да, у нас при том же самом таблетировании, да, у нас происходит нагревательный процесс, трение происходит. И из-за того, что субстанция имеет низкую температуру плавления, она просто-напросто будет плавиться. И процесс будет нестабилен и неконтролируемым. А еще хуже, из-за того, что она расплавится, или у нее воздействует температура, она меняет свои свойства и также может деградировать. То есть начнется рост примесей, что, в принципе, потом скажется на самой субстанции. То есть выбирая все эти параметры, мы, вспомогательные вещества, мы должны, конечно же, говорить о том, что мы не навредим нашему действующему веществу, да, и оно останется таким же эффективным и будет всасываться. Дальше мы будем говорить о том, что у нас технология воспроизводима, стабильно и безопасна, да. И все наши применяемые технологии, да, будь они физико-химические, технологические, они обосновываются. Вот. Ну и, конечно же, удобство хранения. Потому что многие те же самые вспомогательные компоненты, они и гигроскопичные, да, и хватают влагу, да. А зачем нам, допустим, это вещество, когда мы можем его заменить на другое? Для этого нужно это исследовать, да. Ну и опять же понимать, для чего мы это делаем и какое вспомогательное вещество мы для чего выбираем. Значит, самое главное тоже, не менее важное, чем остальные, это, да, вот это выбор первичной упаковки. Если мы говорим, опять же, о действующем веществе, которое боится влаги, температуры, то мы можем применять не только технологии, но и, в принципе, самому рассмотреть первичную упаковку. То есть, вот критерии выбора первичной упаковки это светостабильность, это инертность, безопасность, удобство использования и стабильность. Вот. Если мы говорим, допустим, о тех же самых упаковочных материалах, то самым влагозащищенным являются, на самом деле, стеклянные ампулы. Но стеклянные ампулы, мы все понимаем, что это будет и, допустим, подороже, чем та же самая, кстати, алюминиевая упаковка. Это будет и… Есть определенные трудности в производстве, да, и, конечно же, не забываем о том, что это стекло, оно бьется. Вот. И неудобно при транспортировке. Если субстанция наша или лекарственный препарат боится, то есть, там, таблетка, капсула, света, то, конечно же, здесь целесообразнее, вот, очевидно, выбирать алюминиевую упаковку. Она будет не только защищать от влаги, но и от света, да. Ну, либо, кстати, можно выбрать пленку ПВХ, но, к сожалению, она будет уже пропускать влагу и будет несовместима, да, то есть, ее целесообразности не будет в выборе при работе с субстанциями, которые боятся влаги. Значит, после уже, точнее, на этапе фармразработки, после исследований уже в лаборатории, да, выбора состава технологий, изучения стабильности, мы проводим бакунические исследования, исследования уже на животных, да. Это для начала фармакокинетика, то есть, они называются адмиатесты, это всасывание, распределение, метаболизм и выведение, да, то есть, всасывание – это где наше действующее вещество будет всасываться, да, то есть, место или ткани, или органы. Нет, распределяться она будет уже в определенных тканях и органах, да. Уже метаболизм – это, значит, биотрансформация, то есть, как наш организм примет это, то есть, что за совершенство с ней сделает впоследствии, и после того уже, как метаболизм произойдет, будет выведение организма этого действующего вещества, биотрансформированного. Вот, и после изучения фармакокинетических исследований, значит, исследуется токсичность. Она также проводится на животных в многократных дозах, уже увеличенных. И самое главное – это, конечно же, проверить виды действия, да, токсического, то есть, на аллергию, какая иммуно-токсическая, какое действие идет, есть ли мотогены генотоксические, значит, процессы, как влияет, в принципе, еще при лекарственном препарате на репродуктивную токсичность. Вот. И, конечно же, местное раздражающее действие. Значит, что можно сказать, в принципе, уже подводя итоги, наверное, о вышесказанном, да, то есть, у нас на самом деле препарат должен быть безопасным, эффективным и качественным, да, то есть, здесь многие на самом деле трактуют по-своему. Кто-то, на самом деле, вот и ставит на первое место это качество, да, то есть, все будет зависеть от качества. Здесь я не согласен, здесь, в первую очередь, конечно же, мы говорим о безопасности, эффективности и уже только потом о качестве. Даже по логике происходящего это будет логично, просто-напросто. говорить о безопасности, да, о том, какой мы лепестный препарат разрабатываем, да, дальше потом мы проверяем его эффективность и в конце мы все это при регистрации уже говорим о качестве, да. Вот. Какие же бывают тенденции для современной, да, и парадоксы в разработке препаратов? На самом деле, я уже говорил, что на территории нашего государства все такие реалии, что все принято делать быстро, а при этом еще требует и качества, да, а с течением времени еще и говорят о деньгах, да, и что это должно быть дешево, но ведь так не бывает. Всегда нужно выбирать что-то другое, конечно, каких-то два пункта, потому что очень сложно заказчику доказать, да, что каждый пункт, вот если мы говорим о том, что это будет качественно и быстро, но вот дорого, вот дорого надо обосновывать, да, почему это дорого. Ну, конечно же, я понимаю реалии, что все хотят, конечно же, это сделать быстро, да, и это большие деньги, опять же не забываем, вот, но все же помните о том, что вот всегда нужно выбирать два параметра, два пункта, вот. Какие сейчас тенденции, да, вот как я уже и говорил о технологиях, да, в выборах лекарственных форм быстро развиваются на самом деле РНД технологии, это и нанотехнологии, это и гены уже инженерии, и особенности систем доставки, да, они называются сейчас Драк Деливери Систем, я вот сам сейчас на данный момент занимаюсь двумя продуктами, где активно как раз-таки изучаю вопросы именно гастро-ретентивных лекарственных форм, да, то есть которые должны работать именно в желудке, то есть они задерживаются в желудке на определенный срок, да, там от 12 до 24 часов, все это время находясь в желудке, они высвобождают действующее вещество по определенным своим соображениям, да, как правило, это уже база известных действующих веществ, просто как раз-таки мы доказываем о том, что, как я и вот и говорил, да, что модифицируя высвобождение, мы будем получать более эффективные лекарственные препараты, да, и более безопасные, потому что, ну вот, был такой случай, не буду называть тот же препарат, но очень сильно смущал тот факт, что данный лекарственный препарат, он в литературе описан как неэффективная, его доказательная база, то есть она является неэффективной, да, также бывают различные независимые центры, которые изучают эти вопросы, в том числе и проводят исследования на животных, и самое главное, вот, смущает то, что эти лекарственные препараты, они уже начинают быть в разных лекарственных формах, это капсулы, это таблетки, это суспензи, это сиропы, это все дозировки, перевранные там от 100 до 1000 миллиграмм, то есть здесь, на самом деле, специалист задается вопросом, наверное, что-то не так, вряд ли, такая практика применяется, конечно, когда мы говорим о том, чтобы расширить возрастную категорию, да, то есть для детей это будут сиропы, они еще и будут какие-нибудь с ароматизаторами, да, с подсластителями, а для старых людей это все-таки подбираются таблетки небольшие, поменьше, да, может быть, и дозировать придется, ну, больше увеличить прием, да, в день, но трудности при глотании не есть. Кстати, не только у пожилых людей, у многих бывают такие проблемы, да, трудности при глотании, я вообще не больше капсулы номером 0 или там таблетки 21 миллиметр на там 11, я не смогу, это ужас какой-то, они всегда можно ломать, просто некоторые думают, что можно сломать таблетку и так далее, они не читают инструкции, вот, и как я говорил, допустим, вот о безопасности тоже, да, вот как разработчик мы должны думать о том, что эти таблетки для какой категории они будут и будут ли вообще люди пробовать это делать, а если они даже будут пробовать, лучше сделать так, что они не смогут это сделать, ну, конечно же, умельцев много, будут уже топорами рубить, наверное, и ножами резать, вот, народ никак не остановить, вот, а если сделать, а если они все-таки примут эту таблетку уже там в разломанном виде, она будет работать совершенно не так, вот, и все-таки может оказаться не только неэффективной, но и небезопасной. Какие же продукты сейчас могут быть? То есть, если мы говорим уже об открытости научных данных, да, это хорошо, но это рождает как раз-таки вот вытекающим элементом является повышение конкуренции, да, то есть у нас конкуренты смогут видеть опубликуемую информацию, да, о наших разработках. И с другой стороны, конечно же, еще и будет повышение требований регулятора, да, почему, потому что вот локальные регуляторы, да, они не стоят на месте, все больше предпринимают каких-то определенных знаний, да, там, с того же самого, с той же самой Америки, с Запада, вот, и это называется все-таки страны с развивающей, да, развивающейся регуляторикой, вот, и все это, конечно же, влияет на что? Это влияет все на увеличение стоимости лекарственного препарата, разрабатываемого, то есть, если вот я говорил о том, что требования у нас это безопасность, эффективность и качество, да, на самом деле еще вот можно не забывать о доступности, но все наше развитие, да, и вот открытие, то есть уже каких-то определенных данных, оно все влияет наоборот на повышение себестоимости лекарственного препарата, разрабатываемого, ну, такой парадокс, он есть. У нас время уже больше не пришло, нам надо... Да, давайте я вот все тогда буду заканчивать, в принципе, мы уже заканчиваем, значит, масштабирование и трансфер технологий. Последним пунктом в разработке лекарственного препарата является масштабирование и трансфер. Что это означает? Мы должны из лабораторного масштаба перейти уже на промышленный уровень, то есть взять и перенести, что такое трансфер технологии? Это передача знаний, полученных на всем этапе фармацевтической разработки. То есть мы должны из, допустим, если мы нарабатывали по 100 таблеток получали, то теперь мы должны перейти на уровень, где мы будем получать не 100 таблеток, а тонны, по 100 килограмм, 500 килограмм тонн таблеток мы должны будем получить в производстве. Оборудование меняется, размеры, масштабы, в принципе, они все меняются. И, конечно же, сами уже будут процессы, а не измены, и поэтому все это, все эти манипуляции, они не должны сказаться на основных характеристиках качества нашего продукта. То есть с увеличением, опять же, размера серии, масштаба самого, мы должны говорить о том, что наш продукт не пострадает и будет в итоге в конце выдавать такие же показатели, как и в процессе разработки. Ну и самое, конечно же, наверное, последнее, когда мы выводим уже препарат на рынок, это делаем мы через регистрацию. Регистрация – это оценка всех полученных вот этих документов, которые мы передаем со стадии фармразработки. И здесь, на самом деле, нужно быть внимательно уже предельно сконцентрированным, потому что после того, как мы зарегистрируем лекарственный препарат, скорее всего, мы уже не сможем изменять. Изменить незначительно сможем, но что-то сделать с препаратом, который в дальнейшем все-таки будут какие-то отклонения, возникать, то мы уже не сможем ничего сделать и поделать. Поэтому здесь надо уже, максимально говорю, сконцентрироваться. Вот. Ну и, конечно же, есть еще пострегистрационный период, когда жизнь лекарственного препарата отслеживается, его цикл. То есть вот фармаконадзор занимается уже наблюдением, да, то есть выявляется, если выявляется у препарата нежелательный побочный эффект, они регистрируются и идет разбирательство, с чем это может быть связано и из-за чего это происходит. Вот. Чтобы не было таких же случаев, как я вначале сказал, допустим, с романтической компанией Французска, которая производила Биопорокс. Вот. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Достаточно сложная тема.